СОЦИАЛЬНОЕ КОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ В первом классе я себе дала обещание, что буду всю жизнь учиться на одни десятки. А также обучение на стопе, хлебные миллионы и денежная поддержка. Единовременную материальную помощь получат около 240 тысяч школьников. Сколько положено на ребенка? Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Перспективный диалог. Александр Лукашенко встретился с губернатором Амурской области. С Дальним Востоком работа ведется давно. Много успешных примеров. От строительства до переноса наших технологий. Есть что обсудить, а главное определить четкий план сотрудничества. Глава государства обозначил перспективные направления. Поставки техники и продовольствия, электротранспорт, животноводство и растениеводство. Мы способны также увеличить экспорт в Амурскую область всей востребованной продовольственной продукции. В том числе соков и детского питания, а также иных необходимых для вас товаров. При этом возможно создание в области белорусского торгового дома. Для налаживания организации прямых поставок наших продуктов питания в регион для нужных учреждений в социальной сфере, а также розничные торговли. Это далеко не полный перечень направлений, по которым у нас уже создан определенный задел. Но мы открыты для дальнейшего сотрудничества по самому широкому спектру товаров и услуг. Я думаю, встречи на белорусской земле с ответственными лицами, членами правительства. Ваши пожелания будут непременно восприняты как сигнал действия. И мы готовы географически только этому далекому краю оказать всяческую помощь, поддержку, на что мы только способны. Но только географически, далекому, но абсолютно не чужому для нас и красивому, очень красивому краю. В свою очередь, Василий Орлов отметил, между сторонами растет торговый оборот, однако есть куда стремиться. В Амурской области востребована техника белорусского производства, как сельскохозяйственная, так и промышленная. Также российский регион заинтересован в сотрудничестве по линии АПК глубокой переработки продукции. По словам губернатора, есть хорошие возможности для развития кооперации в добывающей промышленности деревообработки. Растения на срок. Правоохранители выявили очередного наркофермера. В ходе оперативно-розыскных мероприятий бобруйские стражи порядка совместно с коллегами из УВД Могилевского обл. исполкома задержали 38-летнего безработного мужчину. Установлено, фигурант в своем дачном доме на территории района оборудовал помещение для выращивания конопли. У него были изъяты емкости с грунтом, кусты растения конопли, а также оборудование для вентиляции и освещения, система полива и удобрения с семенами конопли, а также марихуана и приспособления для ее курения. В настоящее время устанавливается причастность наркопроизводителя к сбыту запрещенных средств. В его отношении следователями возбуждено уголовное дело. Временные неполадки, обновленный безвиз и двери закрываются. В республике прекращена деятельность двух частных вузов. Куда отправятся студенты? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Прекращена деятельность двух частных вузов – Университета права и социально-информационных технологий и Института предпринимательской деятельности. Студентам, оказавшимся в безвыходной ситуации, свои двери распахнут топовые столичные учреждения образования. В одном из них планируют принять 800 человек. Сейчас проходят организационные собрания. Централизованный переход в вузы пройдет в августе. Единовременную материальную помощь в Беларуси получат около 240 тысяч школьников из многодетных семей. Размер – 30% бюджета прожиточного минимума. Родители, чьи дети идут в первый и девятый класс, смогут забрать выплаты после начала учебного года, когда ребенок уже будет считаться первоклассником, а старшеклассники решат продолжить учебу. Некоторые банковские карты не будут работать с 28 июля. Это связано с технологическими работами по миграции оборудования процессингового центра. Прерывания в обслуживании до 15 минут возможны в промежутках с полуночи до 2, и с 7 до 12. Они затронут не только держатели кредиток, но и организации торговли, пункты выдачи наличных, устройства самообслуживания и банкоматы. За первые четверо суток обновленным белорусским безвизом воспользовались около ста иностранцев. Первым стал гражданин Германии, въехавший из Литвы. Новый порядок распространяется на все наземные и воздушные пункты пропуска. Действует до конца года и позволяет находиться на территории республики не более 90 дней в году, либо 30 суток единовременно. Динамика развития. В Бобруйском горисполкоме подвели итоги социально-экономического развития за первые 6 месяцев. По результатам работы в городе выполнено большинство ключевых показателей и заданий. Выросла заработная плата, инвестировано более 177 миллионов рублей. Роман Костюков о том, кто преуспел. По результатам работы за январь-июнь в Бобруйске выполнено большинство доведенных ключевых показателей и заданий. Выросла зарплата. Средняя 1714 рублей. В экономику инвестировано более 177 миллионов. Обеспечена прибыльная работа реального сектора экономики. Более 66 миллионов. Сократилось количество убыточных организаций. Сохраняется высокий и удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженной – 17,3%. Самый высокий показатель за последние 13 лет. Выше среднеобластных сложились показатели по совокупному поступлению доходов в бюджет города, индексу промышленного производства, уровню отгруженной инновационной продукции, рентабельности продаж и рентабельности реализованной продукции, удельному весу убыточных организаций. Фиктивно сработали, обеспечив все показатели бизнес-планов ТАИМ и фабрика художественных изделий. Большинство прогнозных значений развития достигают Красный пищевик, комбинат хлебопродуктов, завод биотехнологий, Бобруйск-Сельмаш, мясокомбинат, типография имени Непогодина. Кроме того, отмечается рост инвестиционной активности. Среди основных направлений – модернизация и техническое перевооружение промышленности. Осваиваем много новой продукции на вновь введенном оборудовании. По итогам 2024 года мы уже покажем значительные результаты в этом направлении. Будем осваивать новые виды навесного и прицепного оборудования, как к нашим тракторам, производимым на нашем предприятии, так и к тракторам Минского тракторного завода. В первую очередь это сельхознаправление, плуги, фрезы, также и коммунального направления, снегоочистители, различные модификации пескоразбрасывателей. Во внешнеторговой сфере увеличены показатели по экспорту товаров. Основным торговым партнером остается Россия. Лидирующие позиции занимают поставки продукции нефтехимии, машин и оборудований и транспортные средства продовольственных товаров. Значительно выросли экспортные поставки в страны Африки в 4,2 раза к аналогичному периоду прошлого года. В Китае более чем в 5. Есть необходимая база для оказания экспорта строительных услуг. Так, в четвертом квартале текущего года прогнозируется рост экспорта строительных услуг Бобруйским заводом КПД плюс 2 миллиона долларов. Также дополнительно необходимо активизировать работу управления экономики совместно с администрациями районов, с вновь зарегистрированными организациями по поиску резервов роста экспорта, включая расширение партнерской сети и перечни оказываемых услуг. В первом полугодии есть рост предпринимательской активности. Создана 91 коммерческая организация, 18 в сфере производства. 207 человек зарегистрированы в качестве ИП. Не остались без внимания вопросы строительства, экспорта услуг, розничного товарооборота, восполнение кадров и аспектов ускоренного социально-экономического развития города. На заседании акцентировали внимание руководителей на выполнение поставленных задач, чтобы исправить проблемное направление и закрепить положительную динамику развития экономики Бобруйска. Роман Костюков, Максим Калинин, Бобруйск, 360. Шашечки или ехать? В стране резко увеличилось количество правонарушений с такси. В самой оживленной улице Бобруйска после обеденное время сотрудники ГАИ и транспортной инспекции останавливают желтые машины. На контроле наличие документов, медсправки, правил перевоза пассажиров. В большинстве ко всем, кто попал под жезл, нет вопросов. Не повезло двум водителям. На них правоохранители составили протокол. Выявляются такие нарушения, как нарушение внешнего и внутреннего оформления транспортных средств, отсутствие необходимых документов у водителей, в частности, страхового свидетельства, страхового полиса. Отсутствие разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Для автомобилей такси срок действия данного документа составляет 6 месяцев. Непрохождение водителями предрейсового медицинского обследования. За три месяца в Бобруйске изъято и поставлено на штрафстоянку 7 транспортных средств. 24 июля, напомним, пройдет семинар по вопросам реализации норм указа президента об автомобильных перевозках пассажиров в регулярном сообщении. Курс на успех. Ученица 27-й школы удостоена специальной премии президента. Признание и приятный бонус в виде денежного вознаграждения одаренной Дарьей Голомака принесла победа в Олимпиаде школьников Союзного государства Россия и Беларусь историческая и духовная общность в прошлом году. Упорная девушка приложила максимум усилий, результат – заслуженная победа. В первом классе я себе дала обещание, что буду всю жизнь учиться на одни десятки, чтобы родители мной гордились, чтобы сама за себя была горда. Ну и, видимо, выполнила обещание. Всего согласно распоряжению, 192 студента вузов получат президентские стипендии. 28 победителей международных олимпиад и конкурсов удостоены гранд-премий и звания лауреатов специального фонда. Более 50 учащихся курсантов и студентов будут поощрены специальными премиями. 28 педагогическим работникам присуждено вознаграждение. На эти цели из резервного фонда президента будет направлено более 500 тысяч рублей. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok